Ночь прошла очень хорошо, спокойно. Кровососов этих комаров, мошкары с летнего не было. Был сильный ветер, который сдавал. Я просто этому был очень рад. Я опасался, со страхом относился, ожидал от ночевки подышимым, чтобы брать, и она ночью загрозит просто. Так, все пошло нормально, и выдвигаюсь в сторону Омска. Хотел бы сказать немного об особенности ночевки в Ишине. Она характерна для всех городов. Если вы двигаетесь с запада на восток, солнце сметит в глаза, плохо видно, это утром. И наоборот, если вы двигаетесь с востока на запад, то такая же картина вас ожидает и вечером солнце слепит. Просто эту особенность имеете в виду. Так вот, в Ишине, у меня уж неоднократно такое было, я просто забывал об этом, что выдвигаясь, рано утром на восходе солнца, ехать очень тяжело. Солнце лежит почти на капоте, и от него никак не спрятаться. Да еще, сейчас уже дорога получше стала. Вот, а раньше поезжает автомобиль, пыль, солнце в глаза. Вот эту особенность просто имейте в виду. Если вам солнце не страшно, то, конечно. Но я вот всегда страдаю, если солнце в глаза или, значит, утром или вечером. Был даже случай, когда вечером еще было совсем светло, но солнце опять отележало на горизонте, и я был вынужден развернуться и ехать назад, чтобы найти место для ночевки. Потому что ехать вперед очень тяжело, не видно встречных машин, вообще обстановки не наблюдаешь, что-то яркое, огромное такое пятно. Меня очень порадовала дорога от Ишима в сторону Омска. Я слышал, мне говорили о том, что прошли дорожные работы, полотно дороги улучшилось, но я был удивлен. Например, я опять-таки с опаской, с тревогой ожидал подъезд к населенному пункту Тошного было. Там всегда была разбита дорога, и просто было ужасно, что... Иду о бабке. Но забегая вперед, скажу, что как я проехал эти населенные пункты, даже не знаю. Вот, не заметил. Ну, ближе к этим населенным пунктам, я, наверное, еще вернусь, буду комментировать. Видео ускорил в два раза. И качество поставил в Full HD. И это нужно было, наверное, делать еще после... Начиная с Кремского края, забыл, видать, по инерции продолжал в старом формате. Дело в том, что мне попросили ребята, которые собирались, собираются ехать в отпуск на Восток. Им интересный был вариант от Кострома, Кира и так далее. Вот как-то забыл. Ну, качество на Full HD это высшее качество. Оно занимает много времени при обработке. Но я считаю, что нужно все-таки большие объемы обрабатывать высокого качества, чтобы можно было не только на полотно дороги смотреть, но и наблюдать за окружающей природой, добываться красотой. из окна автомобиля. В Кеменской области, как вы, наверное, все знаете, из средств массовой информации по телевизору было наводнение, был сильный потоп, дома затопило, населенные пункты, близлежащие поселки, деревни. Но об этом много было информации. Я скажу, что тоже видел, вот проезжая, там дальше уже ближе, ближе к населенному пункту, как же он называется, господи, Абат, Абатская, там видно будет на видео, надеюсь, что до сих пор огромная территория находится под водой. Будем проезжать населенный пункт, но заезжать туда не буду, он просто немножко в стороне будет, крутинка называется, поселок. там, как вот мне рассказывали, да и рекламка лежала в магазинах, там, в гостинице, в мотеле, очень хорошая рыбалка. Приглашают всех на рыбалку. Этот участок я замедлил, ну, чтобы много так более-менее внимательно рассмотреть. Это мотель Уют, мотель Три Семерки. Там много таких вот небольших. Я практически всегда планирую там, не планирую, я практически всегда там останавливался. Там в магазине постоянно свежий, горячий хлеб. Ну, мне нравится останавливаться на крывал, на ночевку у мотеля Уют. В прошлых видео, я сейчас уже не помню, откуда я туда ехал, летом, остановился на ночевку, ночевал в машине, в автомобиле, вот, но выспаться не удалось отдохнуть, потому что местная молодежь, ребята, всю ночь там шумели, орали, песни пели, матерились, и потом пьяные сели за руль и куда-то уехали. Этот факт тоже нужно иметь в виду. Если будете останавливаться в отеле Уют, то лучше всего, наверное, будет ночевать в гостинице. Тем более, цены там невысокие, ну, довольно-таки комфортно, довольно-таки цивилизованно и туалет, и столовая. Ну, в общем, хорошее место. Хорошее место. Рекомендую. Рекомендую для кратковременной остановки, для привала, на ночь отчетку, умею, иду. Помню, зимой однажды останавливался у мотеля Уют, и зимой холодно было. Там очень много больших грузов восстанавливается, очень много. Кстати, на заправке у мотеля Уют цена довольно-таки демократичная на бензин. Там можно и канистру залить, и заправить полный бак бензина. И качество там было хорошее, и цена такая, приемлемая. Так вот, остановился, ехал из Омска. Из Омска, ну, в общем, с востока на запад. Температура была где-то градусов 12, минус 10, минус 12. Пока перебрасывал видео с карты памяти на внешний жесткий жесткий диск, там часа, наверное, 2, и это ушло, очень резко стало холодать. резко это было видно даже по лобовому стеклу, как на глазах, ими превращался вот эти узоры ледяные на лобовом стекле. Плюс ко всему водители дальнобойщики, которые были в этот момент на трассе, они говорили, что температура между Омском и Уютом где-то минус 39 40 градусов. На другой день я тронулся дальше и уже подъезжая, да, уже проехал Ишин, двигался в сторону Кургана. Эта температура минус 39, минус 41 застала меня на дороге. я видеокамеру, вернее, не фотографировал панель приборов, но за ней следил. То есть какими-то такими волнами, аномальными, непонятными, здесь низкой температурой, сменяется очень низкой температурой. Это я говорю для того, чтобы имели ввиду, останавливаясь зимой в Омской области такую особенность. Это, кстати, не первый раз, не один раз. Я заметил это закономерно, вот такие резкие перепады температур, которые случаются в Омской области. Наверное, в следующих сериях я расскажу историю про очень низкую температуру, которая упала буквально за 20 минут с минус 14 до минус 40. Но это будет отдельная история, отдельный рассказ. Я думаю, кому-то это может быть полезным, кому-то может пригодиться. Ну, а сейчас движение, видите, нормальное, солнце уже поднялось, хорошо освещает дорогу, полотно сухое, широкое, дорога гладкая, ровная, одно удовольствие по такой дороге и движение, как можете наблюдать, не очень интенсивное, машин мало, и встречных, и попутных, так что это один из лучших вариантов движения на восток. Есть вариант, когда двигаетесь из центра через Челябинск, Курган, там есть два варианта. Один вариант, дорожный знак показывает направление на Омск, другое направление это на Тюмень. Если вы выберете направление на Омск, то имейте ввиду, вы упрётесь в границу России и Казахстана. Вот сейчас в данный момент проезжаем по всей вероятности Тушнолобова. Я потом пытался вспомнить, когда его проезжал, но по всей вероятности вот этими барьерами, защитой от шума обгорожен населённый пункт Тушнолобова. Последний раз, когда я ехал, этого забора, этого отбойника не было. Так вот, двигаясь в сторону направления на Омск и в границу с Казахстаном. Потеряете время на таможне, сначала на российской, потом на казахской и нужно будет приобретать полис, полис, страховой полис, потому что движение страховой полисы, ну по крайней мере так было, российские там недействительные. Ну они недорогие, но всё равно там по-моему по нынешним ценам, если так вспомнить, постараюсь, ну наверное рублей 400-500. Это при условии, что там проехали буквально километров сто. Поэтому я всегда предпочитаю двигаться в сторону, восток, не через Омск, а делать такой небольшой крюк, ну примерно 200 километров, через Бердюжку, Ишин и так далее. Тем более Бердюжка это населенный пункт в Бердюжье. Была знаменитая дорога большегруза дальнобойщики развали Бердюжкой. Это была не дорога, это была образно выражаясь смерть фашистским оккупантам. Сколько раз проезжал, там постоянно большегрузы стоят, или колеса меняют, или с мостом проблемы. Ямы огромные, а когда осадки, дождь, то легко на маленькой машинке врываться в такую яму, что можно иметь серьезную проблему. Был однажды случай, я ехал из Москвы в Новосибирск, выехал 9 мая где-то в обед и остановился на ночевку перед Бердюжкой. Бердюжкой на дороге такой небольшой постоялый двор остановился там. Заметил, что на стоянке стоят два автомобиля из Питера. Зашел, вот сидят ребята, это все так разговаривали, они сказали, что 9 числа 4 или 5 часов выехали из Питера, ну а я где-то в обед выдвигался из Москвы и вот мы с ним там встретились. Покушали, поговорили, я собрался на отдых, хотя сейчас солнце стояло на горизонте и должно было вот-вот садиться, но еще светло было. Я предложил ребятам тоже оставайтесь утром двинетесь. Ну молодые, да нет, мы и поедем, там нам быстро, срочно нужно, ну бог с ним, уехали они. Я переночевал и рано утром, ну не рано утром уже солнце встало. В общем, я остался, они уехали. Утром встал, помывшись, я тронулся в путь. Проезжая по Бердюжке, вижу и глазам своими верю, ребята стоят на обочине, один пробил картер, у него не было защиты картера, ну а второй напарник с ним рядом возле машины вертелись и знали что делать. Вот, я остановился, но они сказали, что было темно и не заметили там глубочайшую колдовину, яму или еще что и влетели в нее. В результате машина была повреждена но у них были телефоны, были возможности позвонить куда-то, не знаю, эвакуатор вызвали, или на место там что сделали, ну вот такой был случай, когда на ночь глядя, двигаясь по незнакомой дороге, можно поймать огромные неприятности, большие проблемы. глядя, посмотреть мои видео например 5-летней давности и настоящее видео, то можно увидеть насколько в лучшую сторону изменились федеральные трассы. зимой в Тюменской области хорошо работают снегоуборщики, спихивают снег далеко за обочину, проезжая часть широкая и довольно-таки она чистая, не ледяная как на некоторых участках например на трассе Амур там тоже чистят снег или температура слишком низкая не знаю почему но там огромные участки просто ледяные очень скользко опасно ехать и на перевалах в Иркутской области тоже самое так заехал на заправку залива бензина и бензин недешевый все странно Тиминская область Тиминская нефтяная столица России а бензин такой же как и в центральной области России как в Москве в других городах в данный момент наверно наблюдаете разливы эти эта река Ишин вышла из берегов и затопила огромные территории Прокинул заправочную станцию еще немного и поселок Кабацкое остается за спиной направление на Крутинку направление на Крутинку в данный момент наверное можете наблюдать уже реально такие разливы мощные это вышедшая из берегов река Ишин затопила все поля то есть все вот туда хватает глаз кругом вода то есть последствия были очень серьезные видать пострадали люди но вот такая вот история дорожное полотно как видите очень хорошее дорога сделана на совесть и отбойники и разметка то есть ехать одно удовольствие я думаю если поедете этим маршрутом то сами сможете оценить насколько здесь комфортно насколько здесь уютно скажем так если можно сказать вот из окна автомобиля да все красиво все там прекрасно но стоит выйти из автомобиля или сильный ветер сбивает с ног или же это полчища вот этих кровососов вампиров как еще назвать комаров поводу это просто просто что-то ужасное из окна автомобиля да красиво да но реальность конечно сильно отличается и нужно иметь и наверное характер и силу воли и вообще какой-то внутренний такой стержень в таких на мой взгляд сыровых местах я имею ввиду летом вот эти вот кровососы зимой ну очень низкой низкой температуры до крутинки до мотеля уют уют при семерке примерно 75-80 километров пока двигаемся в этом направлении я отвечу на некоторые на некоторые вопросы и комментарии логин слава носовский пишет очень очень жду видео из окна поезда Томска не будет потому что я посмотрел на образцы записи это конечно одно расстройство и экспозиция как-то непонятно формируется и дёрганги кадров вот таких они есть у меня в архиве там по-моему от Новосибирск от от Томска до до Новосибирска даже до Омска но качество просто оправдительное вот поэтому я сейчас озабочен проблемой как бы приобрести хорошую видеоаппаратуру чтобы можно было снимать видео из окна поезда хорошего качества я делал скинки во время движения на автомобиле фотографии качество очень хорошее высокое после размещения всех видео конечно сделаю клип шелк называется в общем фотографии вот ну а из окна поезда слава насоски спрашивает логин слава насоски можно ли использовать видеорегистратор я ответил что можно было но надо было полностью переделывать крепление нужно было ну такой возможности у меня не было прикреплять и снимать перфиндикулярно не движение вперед не движение назад то есть кадры а именно перфиндикулярно из окна то там вообще ничего не понятно все как-то сливается в один я пробовал раньше это делать мне очень не понравилось развернуть пенори по ходу поезда или против хода поезда ну просто не было бы возможности держать в руках там 5 или 6 часов видеорегистратор ну вы знаете это очень утомительно и ну это не выход из положения вот я считаю что если удастся приобрести этот GoPro с картой памяти там 256 520 гигабайт то это был бы самый оптимальный вариант во-первых хватило бы 256 гигабайт это примерно часов ну часов наверное на 8 на 10 в непрерывной записи источники питания у меня есть внешние аккумуляторы я всегда их беру с собой заряженными не потому что возникают проблемы во время движения подзарядить видеорегистратор там или еще что-нибудь розетка или одна на всех или вообще розетки нету аварийно там заклеенные поэтому чтобы быть независимым и автономным в этом плане надеяться только на себя я приобрел 5 или 6 по-моему внешних аккумуляторов вот одного аккумулятора хватает примерно по опыту видео сочи москва там у меня одного аккумулятора хватило на 8 часов записи видеорегистратора ну всегда пытаюсь с собой брать с запасом как бы дублировать друг друга надежды на ректор сеть поезда ну просто доходило до того что я был вынужден подключать видеорегистратор к ноутбуку чтобы использовать его аккумулятор ну это все я говорю вот примочки которые я с собой в дорогу беру это не от хорошей жизни это просто заставляет если вы хотите снять нормальное видео полное видео хорошего качества то вот имейте ввиду нужны внешние аккумуляторы нужны видеорегистраторы так чтобы можно было заснять в высоком качестве во время движения возникают я всегда стараюсь брать нижнее боковое в окне возникают блики от противоположного окна и это все бывает видно на на видео поэтому я сделал такое изобретение я натягиваю леску вдоль своего места на леску значит вешаю занавеску темную занавеску она прикрывает отражение закрывает отражение ну и скажем частично проблему съемки одна из проблем то есть засветку я ее решил просто имейте ввиду собираясь в поездку на поезде сделать себе уютно то есть натянуть леску между стойками повесить занавески и вы оказываетесь своего рода в таком купе что ли импровизированном довольно таки уютно и от посторонних глаз скрывает и от сквозняков которые бывают в огонь частенько тоже занавеска подохраняет и чувствует что легко потеплее стало особенно ночью принимайте на вооружение экспериментируйте если кому интересно будет я просто-напросто могу потом сделать фото этой занавески и разбистить на канале а может быть даже и делая справочное видео меня спросили как я формирую обрабатываю видео я сделаю и значит там же покажу что я беру с собой в дорогу из техники для приготовления ужина ужинаю я один раз эту пищу принимаю одни раз в сутки потому что приняв в обед или с утра пройдет час-два-три это уже показала практика начинает клонить в сон это довольно-таки неприятное неприятный момент когда за рулем тянет в сон и не всегда есть возможность где-то припарковаться где-то остановиться чтобы 15-20 минут поспать поэтому пытаюсь один раз в сутки перед сном то есть пока идет скачивание видео с cd-карты на внешне жесткий диск я в это время ужинаю и потом с набитым брюхом ложусь спать отдыхать я бы еще хотел вернуться к вопросу логин max ап я когда ехал через третку страны задумался что если там глуши пробить колеса два-три колеса должен сказать и предупредить будьте крайне осторожны и внимательны когда съезжаете по какой-либо причине там до кратковременного отдыха для естественных нужд очень большое внимание обращайте на обочину где-то у меня на видео есть как я съехал на обочину и был в шоке что обочина была усеяна какими-то непонятными ямами полу какими-то парфоровыми такими осколками острыми как лезвия бритвы я попытался один осколок вытащить порезал руки но тем не менее я собрал несколько осколков и потом уже по видео показывал да и на видео я показал пальцем вниз что очень опасная очень опасная вот эта вот обочина то есть будьте крайне внимательны крайне тем более если поездку будете выполнять в зимний период когда обочина вся в снегу вот это вот эти вот осколки я даже не знаю от чего они где они использовались я с собой взял я думаю несколько образцов показывал кстати Николай Брежнев я ему показывал эти вот осколки что на самом деле они очень острые и очень опасные можно элементарно все четыре колеса там потерять и и и и и поэтому он спрашивал можно ли блокировать ну я блокирую тех кто откровенно хамит оскорбляет я этого не заслуживаю те что есть такие люди которые просто доставляют удовольствие хамить оскорбить мне это естественно не нравится поэтому таких людей я вношу черный список и у них доступ ну канал закрыт ну а тебе Андрюш что же будет у тебя это самое ты же не хамишь не не оскорбляешь ради бога смотри изучает россию вот из окна автомобили я думаю по географии это очень может пригодиться где стиль где леса где леса где вот тайга где горы вот сейчас мы двигаемся по равнинной местности с редкой с редкой лесопосадкой что ли вот ну таким образом можно ознакомиться для для уроков географии просто посмотреть и потом уже преподавателю рассказать что вот ты видел такие и такие участки и похвастаться своими знаниями я наверное говорил уже не помню что когда узнал что у меня вышли из строя два видеорегистратора и смартфон накрылся у меня было намерение снять все видео на видеорегистратор и во время движения я комментировал какую-то информацию записывал на видеорегистратор но уже вернувшись домой прослушал качество было просто отвратительное а у меня было намерение пустить видео без ускорения но тогда было бы не 13 серий как сейчас а наверное раза три больше то есть 39 серий у кого хватит терпения столько серий смотреть а делать серии более полутора часов это очень поэтому я делаю вот такие серии на полтора часа я обратил еще такую закономерность видео из окна поезда я стал делать тоже по просьбе одного из подписчиков сейчас уже не помню Аладдин вот ну просто типа как заснять разместил первые серии и вообще-то я свои видео не смотрю но однажды что-то включил и стал смотреть видео из окна поезда прошло наверное минут пять или десять и я вырыгался усной то есть видео из окна поезда это как снотворное что ли как есть ароматерапия там другие терапии ну а это уж наверное будет видео терапия скажем можно бесконечно долго смотреть на огонь на воду но долго смотреть наверное видео из ну вот видеорегистратор из автомобиля но я думаю надолго не хватит я например ну где пять десять минут вот и я вырубаюсь от людей приехал как говорится до мотеля уют до поселка Крутинка осталось с ней очень большое расстояние я вот сейчас смотрю примерно записи 4-5 минут вот вот когда проезжал мимо уюта я это видео замедлил чтобы мы могли так более-менее внимательно посмотреть и смотреться далее замедленное видео будет возле уже за мотелем уют примерно километров через да наверное километров через 40 там тоже видео будет замедлено сейчас объясню почему но это не не там это будет проезжать город Да, наверное, буду комментировать, когда буду проезжать в Тюкалинск. Сейчас заранее говорить не стоит. Сейчас двигаемся в сторону Крухинки. Условия движения великолепная, ясная погода. Ну, вообще-то я люблю пасмурную погоду, когда нет яркого степящего солнца. Ну, и вот такие условия, я считаю, что очень даже нормальное сухое полотно. Но, сколько помню, поездок именно на этом участке, может быть, чуть раньше, обычно начиналась гроза. Такая сильная, такой сильный тушь был, что просто был вынужден останавливаться и пережидать. Вот, с градом был, переживал, чтобы автомобиль град не побил. Где-то на этом участке у меня было столкновение с птичкой. Птичка деденькая погибла. Я остановился, не парковался, остановился. Но, к сожалению, ничего сделать уже было невозможно. Движения, как сами можете наблюдать, вообще не интенсивные, свободные движения. И спереди, ну, сзади, зеркало заднего вида вижу, там идут автомобили, фуры, целые колонны. Но впереди, как видите, все чисто свободно. Я редко стараюсь обгонять. Но, если обгонять, то с одной целью, чтобы никто не препятствовал съемке, чтобы можно было снимать панораму, чтобы можно было снимать пейзаж. Мало хорошего ехать и любоваться передедущим автомобилем. Совсем немного остается до крутинки. Должен сказать, что на пути у нас будет только один город, Теколинск. Все остальное я буду проходить по объездной. Меня периодически спрашивают, с кем я еду, в колонне, с напарником. Я отвечаю, что всегда и везде я один. Есть свои недостатки, есть свои преимущества. Я считаю, преимущество для меня, если ехать с напарником, это значит, нужно подстраиваться под его ритм, под его энергетику. Или ему под меня. Все это, какую-то неврозность вносит. Потом манера езды у напарника, у коллеги может отличаться. Все это тоже нервирует. Ну, один день, два дня, три дня. Ну, а если это затягивается на неделю и больше, это, конечно, невыносимо. Поэтому я говорю, что всегда и везде я еду один. Надеюсь только на себя, но и на автологию, что он у меня подведет. Вот в данный момент мы двигаемся по открытой местности. В зимний период, при сильных ветрах, здесь довольно-таки опасно. Если сильный порыв ветра, то до беды недалеко. Хотелось вернуться к вопросу о том, как ехать от Кургана на Омск и на Тюмень. Значит, на Омск, повторю, попадете на границу с Казахстаном. Это таможня российская, казахская. Приобретает уже полис, страховой полис. И дорога, должен вам сказать, от Петропавловска, по-моему, до Омска. Ну, где-то только на троечку. Но Казахстан как там вообще трясет. Так как в Костромской области полотно дороги неважное. На таможне скапливается много фор. Но маленькие машинки, их пропускают без очереди. То есть там есть своя такая культура, что маленькие машины пропускают без очереди. Но вот этот досмотр на въезде, досмотр на выезде, это, конечно, мне не нравится, скажу честно. Ну вот, мы практически уже подъехали к тому месту, где видео будет замедленно, чтобы вы могли рассмотреть. Сейчас будет круговое движение. Чтобы вы могли максимально рассмотреть, насколько это возможно, этот мотель «Уют». в отель «Три Семерки». Ну, то есть то место, где останавливается большинство, если не все, большие грузы. Останавливается и пищи принять, и заправиться, просто отдохнуть, просто отовариться. Магазин, говорю, сейчас с левой стороны вы увидите желто-голубое здание. Вот это и есть мотель «Уют». У меня такое подозрение, что это наши братья с Украины организовали здесь свой такой вот бизнес. С правой стороны по ходу заправка ТНК будет. Повторю, что и качество бензина тут хорошее, и цена не самая высокая. То есть может взять себе на вооружение, что ли. Магазин очень хороший здесь, я говорю, и там очень большой выбор товаров, как продуктов питания, так и поседневного спроса. Одежду можно какую-то взять в дорогу, если вдруг возникла такая необходимость, там и маечки продают, и другую одежду, белье. Рядом же с этим сама гостиница, довольно-таки приветливый персонал, доброжелательный. Вот иногда вот здесь с правой стороны приезжает абориген, местный товарищ, на автомобилях военного времени выставляет на продажу атрибутику, ну видать, или черные копатели, или еще кто, вот, можно купить тут и пилотки, и какие-то знаки, ну, разную мелочоку тут можно у него будет купить. С правой стороны вот на этой площадке она обычно стоит. сегодня его здесь нет. Дальше нам предстоит примерно километров сорок, если не ошибаюсь, может, чуть побольше до поворота на город Тюкалинск. Ну, чем ближе будем к Тюкалинску, тем, наверное, я еще вернусь и может, что-то еще вспомню об этом городе. вот, почти проехали это место, где вы можете безбоязненно остановиться. салон с левой стороны видите, и желто-голубой. Это вот мотель Уют сам по себе. Магазин на первом этаже. С правой стороны там вход в гостиницу. и эта вот самая заправка, где абориген продает все эти вот вещи времен Великой Отечественной войны. Разрешает фотографироваться на фоне у него, по-моему, какой-то автомобиль, я не знаю, сейчас не могу точно вспомнить. Пулемет установлен, какие-то другие причиндалы. военного времени. Если устали в пути, то остановитесь и отдохните здесь. Купите горячего хлеба. Колбаса там есть местного производства. Ни в коем случае не берите. Большей гадости, наверное, в жизни не пробовал. И вот походу с левой стороны туда через несколько километров сам поселок Крутинка. Где организована платная рыбалка, где рекламируют это место, приглашают. Если на карте посмотрите, там на самом деле видны озера. И озера такие немаленькие, приличные озера. Для рыбаков там можно получить удовольствие. Рыбаки там получат удовольствие. Я сам рыбак, но в силу разных обстоятельств на рыбалке не был не знаю уже. Нет, года два назад, в прошлом году сын меня возил на рыбалку. Он подарил мне на день рождения путевку на платный водоем. Это было впервые в жизни, когда я ловил рыбу и думал хоть бы она сорвалась, хоть бы она ушла. Потому что свыше определенной нормы там цены конечно у них просто огромные. Осетров ловил, а их меньше по-моему 4-5 килограммов не было. И вот поймав одного осетра уже дальше думаешь блин, вытаскивать следующего или нет. Ну тогда мы наловили там по-моему килограмм 40. Приехали раздали соседям на работу сын отвез. Вот такая вот плавная рыбалка. Ну конечно потрогательная но я предпочитаю рыбалку дикую. Рыбалку такую где никто не наблюдает, никто не следит и не нужно оглядываться поймал ты норму или больше нормы или меньше нормы. Где-то примерно так. Ну вот в принципе проехали. Это очень неплохое место. Очень хорошее место для отдыха, для приема пищи, для ночевки, для привала. Далее уже в следующей серии по-моему уже будет десятая наверное серия. Будем проезжать Мотель Омич. Мотель Омич по моей классификации или не знаю по моему опыту на мой взгляд опять-таки это будет одно из самых лучших если не самое лучшее место в России для ночевки привала и отдыха. я думаю более подробно я рассказал об этом мотеле Мотель Омич когда уже будем ему подъезжать. Немного хочу сказать про связь. связь здесь не очень устойчивая вот возле мотеля Уют в Тюкаринске то есть вблизи и в больших городах связь конечно безопречная а вот на межгороде тут конечно возникают проблемы вот например в Тюменской области до Японской области радио FM можно принимать на небольшом расстоянии от города дальше диапазон чист диапазон пустой слушать там нечего поэтому если для вас это важно то возьмите с собой наверное аудиодиски какие-то какие-то записи чтобы во время движения можно голове слушать просто связи просто радио на межгороде практически нет практически нет я кстати проезжая включаю радиоприемник и он у меня постоянно находится в режиме ожидания и первым признаком того что подъезжаешь к какому-то более-менее серьезному населенному пункту или городу вдруг включается радио начинаются какие-то передачи значит город недалеко это может быть 30 может быть 40 километров до города но уже радио об этом предупреждает во время движения постоянно на трассе на всех трассах срабатывает радиодетектор у меня белка белтроникс очень хорошая машина чувствительная предупреждает о локаторе в какой-то засаде примерно за 5 километров и уже в курсе дела что кто-то где-то что-то на трассе есть слушаешь одновременно и эфир 15-го канала обычно дальнобойщики допризнают о том что где-то стоит машинка где-то стоит засада ну иногда не всегда но бывает так что и дальнобой об этом не говорят но выручают автолюбители просто мигают фарами и подружище на твоей стороне дяденька с радаром стоит с полосатой палкой с радаром однажды проезжая через по перевалу через уральские горы я увидел как дяденька прозатый лезет на дерево с радаром его напарник стоял там же в кустах его не видно было но это все заметил включаю радиостанцию и читаю стихи скажи как дядя ведь недаром на дерево полез с радаром небольшое затишье хохот в эфире дальнобойщики ехали хохотали тоже видели его это была потешная картинка пузатой на шее болтается и болтается радар и он придется лезет на дерево все-таки не сделаешь чтобы денег срубить ну ладно чуть поподгодя слышу в эфире голос его я тебя запомнил я тебя запомнил я тебя еще встречу это это он не говорил ой с нашими каишниками не соскучишься я памяти всплывают иногда вот некоторые такие места которые запомнились мне ну вот кроме причисленных например уюта и опомнись мне очень понравилось место для отдыха для приема пищи вообще для остановки это называется наш дворик примерно в ста километров не доезжая до Иркутска по ходу движения он находится с левой стороны немножко в глубине вообще во-первых очень хорошая кухня во-вторых достаточно дешево в-третьих спокойно но в-третьих сами увидите если там остановитесь там можно купить все потом хорошее место мне запомнилось на границе между Бурятией и по-моему Иркутском на границе двух областей Бурятия и Иркутской области по ходу движения на восток этот это место отдыха находится с правой стороны по ходу движения цивилизованная такая обстановка кухня очень хорошая приветливая кто-то обслуживающий персонал неплохой магазин на заправке но там товары китайские поэтому нужно быть очень внимательным что-нибудь покупая там движущие места для остановок не знаю если вспомню я скажу есть еще такая особенность пересекая границы какого-то края если вижу ритуальные деревья с ленточками там другими какими-то приметами я обязательно остановлюсь повязываю ленточку обращаюсь с мыслями с добрыми с пожеланиями с просьбами к местным богам к духам кто охраняет эту территорию а они есть поведки вот что в тарелии что в бурятии практически везде и вам тоже посоветовал возить с собой такие ленточки красивые вот и повязывать их но в бурятии там нужно повязывать по цвету в интернете вы можете найти информацию какой цвет что обозначает вот выполнить этот ритуал а то увидите и это вам потом добром отразится не не пренебрегайте местными обычаями местными поверьями в конце концов вы отдаёте дань уважения людям кто проживает в этих местах есть есть одно еще в памяти не очень хорошее место например для отдыха для приема пищи в в близи города и поселка Ерофей Павлович на трассе если двигаться на восток с левой стороны походу мимо метроедики есть стоянка есть кафе первый раз я там остановился и хорошая милая обаятельная девочка вежливая сам и вся заказал печенку что то еще и попробовал печенку и стал ее есть потому что нельзя жарить печенку в масле на котором до этого жарили рыбу но это было первый раз проходит наверное полгода может быть больше времени я снова проезжал там решил снова остановиться снова зашел история повторилась то есть дважды в течение полугода это кафе оставил такой неприятный осадок естественно я там больше пищу не принимал не останавливался но будет желание попробуйте сами это возле и рафии пауча на красе амор так что еще я хотел сказать в памяти например надолго и навсегда остается красота поселка сим уральские горы движение идет по серпантину спуск подъем влево вправо и вдруг в какой-то момент открывается панорама потрясающая по красоте сколько раз проезжал там постоянно видел людей которые фотографировались на этом фоне а это примерно так только делаешь поворот открывается панорама далеко внизу сам поселок и город сим по троям огромные горы или как еще назвать возвышенности такие противоположная сторона подвернут такой голубоватой дымкой зрелище непередаваемое зрелище примерно такое как Листвянка это в Иркутской области когда тоже идет подъем спуск серпантинный поворот вправо влево и вдруг дорога делает резкий поворот и взор открывается весь Байкал без границ панорама просто захватывающая внизу поселок Истрянка вот а со всех сторон в общем это Байкал он красив в любую погоду и и пасмурную и солнечную в любую погоду ну Байкал есть Байкал на Байкале я однократно останавливался умывался прочищался вот был случай когда в мае месяце по моему во второй половине мая я поезжал в Байкал не помню из Хабаровска в Москву ехал или еще куда но это не важно вот весь Байкал покрыт льдом даже намека на то чтобы лед таял даже намека не было этим наверное и объясняется то что вода в Байкале постоянно очень холодная и вот проезжая мимо Байкала раздается звонок звонит сын а он в это время отдыхал по моему на Бали папа говорит искупайся это самое в Байкале ну да сейчас только сбегаю заломиком чтобы раздолбить лед не искупаться он смеется лежит на солнышке лежу загораю теплая вода и говорю вот контрасты какие там еще лед не думает таять май месяц а где то вот в эту погоду люди не купаются и загорают так ну вот мы подъезжаем к повороту на Тюкалинск тут вот такое небольшое круговое движение мы поворачивать будем направо с сказать что с левой стороны походу ну наверное это потом об этом буду говорить чем например запомнился Тюкалинск и вообще Омская область здесь несколько лет назад орудовали эти мошенники на трассе у меня есть видео называется мошенники на трассе лица крупным планом вот в Омской области одно видео я снимал в Омской области где-то вблизи поселка города Тюкалинска можно сказать что последние наверное два года я никого из мошенников на этой трассе да вообще на трассах вот столько проехал ни разу не встречал ну может быть навели порядок вот может быть они перебазировались в другое место но я их никого не видел спрашивал у большегрузов у дальнобойщиков вот и все как в один голос говорили что давно уже на этом участке этих товарищей не встречали но они впендировали перстни якобы золотые у них сломалась машина денег нету и вот они сейчас срочно продают золотые перстни которые ничего общего с золотом не имели просто дурили людей обманывали я неоднократно останавливался снимал их на видеокамеру потом разместил в интернете эти видео показывали многократно и по центральному телевидению и мне потом писали сообщения из регионов что и у них в регионе показывали эти ролики так вот я видел останавливается машина они бегут начинают обрабатывать водителя я подъезжаю и говорю им ребята не покупайте ничего это развод это обман вот помню один такой такая реплика женщина она сидела справа да ладно она говорит типа того что ну не знаю если для нее например там 4-5 тысяч рублей не деньги и она готова эти деньги просто выкинуть на ветер купив этот кусочек этого лома ну тогда да вот но есть другая негативная сторона этого момента от того что стоят и голосуют многие уже очень многие знают об этом вот и если вдруг у кого случится беда проблема там колесо пробило или еще что то и будете стоять на дороге и голосовать просить о помощи никто не остановится никто не остановится потому что вот научены таким горьким опытом которые преподносят эти вот господа не прикидываются там из Германии из Болгарии из Румынии откуда вот только не прикидываются якобы они туристы и так далее на самом деле это развод чистой воды это мошенники ну я говорю последние годы там может быть два-три года я их на трассах не встречал вот вот мы въехали в город Тюкалинск здесь тоже изменения по сравнению с моей поездкой произошли разительные вот например отбойный отбойник шумопоглотитель защищает дома стоящие вдоль дороги с левой стороны вот там и стоянка для ночевки для приема пищи для отдыха там же магазины там вам и радиостанцию отрегулируют и навигационную систему если нужно обновят так что вот в этом месте вы можете получить достаточно квалифицированную и недорогую помощь я сам останавливался здесь интересовался но услугами не пользовался но видно было что люди порядочные и специалисты грамотные потому что общаясь в разговоре сразу проявляется уровень образования интеллекта и в зависимости от этого ведешь диалог дальше я пользовался услугами обновления навигационной системы и мне ремонтировали перепаяли мини разъем USB на навигаторе он накрылся это Кропачева на Урале там и Мой грамотно и качественно перепаяли разъем установили две системы обновили пять две системы навигации это навител и айго прима дешево взяли нормально поэтому кропачева у меня осталось с такой положительной с положительным оттенком этот вот это вот поселок ну вот уже город почти заканчивается впереди видно заправка стоит и пост гибдд за ним сразу начинается уже транса которая по которой двинемся в сторону омска больше дорогами через какие города походить не будет объездом обойду омск объездом обойду новосибирск но сейчас пока больше не помню что там дальше было ну ладно будет новая серия что-то новое вспомнил а вот пока мы двигаемся по даже не знаю это объездная дорога или центральная дорога города калинск город тюкалинск тюкалинск омской области кому интересно те могут набрать в яндексе тюкалинск почитать информацию об этом городе городе калинске дорога тоже очень хорошая отремонтировали ее прошлую поездку помню здесь были колдобины дорога была разбита вот но подвижки на лицо давно здесь не было наверное год наверное год точно не помню то что интересно иногда вот даже во сне снятся вот эти придорожные кафе какие-то развалы какие-то магазины последнее время мне снился играет этот мотель уют мотель омич не знаю к чему это видать тоска по дальним поездкам тоска вот как-то выразилась во снах но вот проехать проехал но не остановился ну даст бог даст бог побываю планировать что-либо не планирую потому что есть такое вот в дороге поверье что ли хочешь рассмешить бога расскажи ему о своих планах поэтому я так особо ничего не планирую но мечты конечно они еще остаются есть мечта проехать на одном дыхании от мурманска до магадана из благодана до владивостока назад возвращаясь заехать в благовещенск ну и финишеровать в москве реализуются эти мечты или нет я не говорю планы я пока не знаю но намерение будет такая возможность естественно я не откажусь вообще вот я так вот посмотрел подумал и пришел к выводу что любой каждый водитель каждый ради самоуважения самоутверждение должен хотя бы один раз проехать от москвы до владивостока от москвы до мурманска посмотреть своими глазами на красоту страны я убежден что это останется в памяти навсегда когда это повторится не знаю но вот я например советовал бы каждому многие очень многие люди приезжают в москву я по номерам смотрю и из владивостока и из хабаровска из магадана но никто к большому сожалению не снимает видео это печально а так можно было бы создать свой видеоархив но не свой видеоархив а единый видеоархив типа летопись дорог россии как меняется дорожное полотно с годами вот если посмотреть например на дорожное полотно амура это примерно 7 8 лет недавности одно из первых моих видео это называется воде всток москва и сравнить с видео екатеринбург владивосток то самое свежее видео самые обновленные у меня видео и сравнить насколько изменилось состояние дорожного полотна это просто невероятно наш президент проехал на лаге колени от хабаровска до 4 это 2 200 по моему 2200 километров рассказывал что что по дороге останавливаясь ночевали в палатке я в это верю вот это уже вызывает вот ему как к водителям уже серьезное уважение где-то еще 200 километров проехать по трассе амур это что-то значит ну вот постепенно покидаем подъезжаем границы тюкалинска дома справа слева я видео замедлил постепенно замедлил в общем от 100 процентов я оставил скорость 15 процентов чтобы можно было что-то рассмотреть честно говоря что здесь рассмотреть этот забор конечно мешает тут не очень такая живописная обстановка ну по крайней мере будете иметь представление что такое город тюкалинск я его проезжал на поезде снимал на камеру вокзал где-то видео это можно будет найти я уже сам не знаю сколько у меня этого видео уже сам забился спутал спутался не знаю сколько вот обыкновенный простой российский город тюкалинск одноэтажные дома одноэтажное строение я не видел ну там вот где магазин где стоянка там двухэтажные есть кирпичные дома а жилых домов многоэтажных я не видел ну вот примерно так где-то еще будет один участок замедленный но небольшой совсем это уже ближе к Омску подъезжая к Омску я поехал не через город а по объездной дороге вот этот участок этот момент где нужно уходить на объездную дорогу а не ехать через город я его замедлил чтоб можно было более внимательно посмотреть что ли ну там есть указатель дорожный стоит стрелка показывает Новосибирск вот в одну сторону и Омск это вот как раз то место развилка где нужно если двигаться на Новосибирск то уходить направо по движению если в Омск то прямо Омск меня напрягает тем что там были сколько раз проезжал несчетное количество вот это качество дороги качество дороги просто ужасное было не знаю сделали или нет после этого после этого я там не был почитаю по объездной дороге почитаю по объездной дороге по объездной дороге и и и и и с и Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Затор будет дальше, по-моему, светофор, который регулирует направление, регулирует полосы. Да, это будет дальше. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok 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 Субтитры DimaTorzok 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 Субтитры добавил DimaTorzok Продолжение следует...